Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь. Так. Аксёнова. Здесь. Ардова. Я. Баранова. Тут я. Беляков. Явился. Варакин. Я. Попово-свинья. Тихо. Васильева. Здесь. Воронина. Здесь. Воронцова. Я. Ермаков. Тут. Кисин. Пришёл. Лопатухин. Отсутствует. Угу. Малахова. Здесь. Набока. Здесь. Наркевич. Тут. Орлова. Я. Павлов. Павлов. А, чё? Я. Чё? Проснись. Спишь, сидишь на ходу. Петров. Здесь. Платонов. Явился. Явился, не запылился. Петров, прекрати свои дурацкие рифмованные шуточки. У нас сегодня очень ответственная работа. Про сволоков. И не вздумай списывать, как в прошлый раз. Я всё вижу. Рыбачук. Игорь. Здесь. Рыбачук. Валерий. Здесь. Ардова. Тихо. Смирнов. Я. Смирнов. А где твои родители? Когда они, наконец, придут в школу? Ну, хорошо. Мне придётся самой позвонить твоему отцу на работу. Федотова. Здесь. Фролова. Здесь. Харитонов. Я сам. Харитонов, ты знаешь, сколько у тебя двоек? Четверть близится к концу. Не знал о концу. Когда будешь исправлять? Я постараюсь. Чеботарёва. Нет. Цыплаков. Я. Шипилов. Нет. Не крутись, Шипилов. Хорошо. Шлыгина. Нет. Ардова, Воронина, прекратите сейчас же. Шлыгина, танцуй, что ты хорошо. Вот по математике подтянулась бы. Ты же способная девочка. Садись, садись. Шемелов. Здесь. Шемелов, готовься. Скоро городская олимпиада. Янковский. Пришёл. Яшин. Я. Значит, как всегда, нет Лопатухина. Полная абсурсия всякого присутствия. Что глубокие руки шире, не спешите, три-четыре. Бодрость, духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если живпокающая, гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если живпокающая, гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, выполняйте правильно движения. Прочь влияние и сне, привыкайте к навезне, в то глубокий до изне мошения. Прочь влияние и сне, привыкайте к навезне, в то глубокий до изне мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус, три-четыре, ширится, растёт заболевание. Если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имётся, обтирайтесь, чем придётся, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих первых нет и отстающих бег на месте, общепримиряющий. Красота среди бегущих первых нет и отстающих бег на месте, общепримиряющий. Красота среди бегущих первых нет и отстающих бег на месте, общепримиряющий. Красота среди бегущих первых лет и отстающих бег на месте, общепримиряющий. Красота среди бегущих первых нет и отстающих нет и отстающих бег на месте. Спасибо. Красота среди бегущих. Кресканье ноги Продолжение следует... Ну что, Шатилов? Павлов! Что, Павлов? О чем мечтаешь? Ну кто мечтает, ну кто мечтает то, Алла Константиновна? Я думаю! Тихо! Подумай, Павлов, подумай! Слава Богу, хоть на контрольной задумался! Вот только и слышь, Павлов, Павлов! Чуть то, так сразу Павлов! Малахова! Малахова! Чего тебе? Какой ответ за дочкой? Какой ответ, спрашиваю? Ой! В чем дело, Малахова? Алла Константиновна, а Петров пристает! Петров, оставь Малахова в покое! А Павлов списывает! Кто списывает? У кого? Ты? У меня? Да кто же тебя списывает? Ты где сейшая? Где Алла Константиновна? Чего? Тихо, тихо, тихо! Неуместные шутки, Петров! Ну я для разрядки, Алла Константиновна! Разрядились и хватит! Тихо! Тихо! Работайте, не отвлекайтесь! Тихо, тихо! Тихо, тихо! А Малахова на кратно! Тихо! Тихо, я сказала! Развеселились! Рыбачок, садись немедленно, Варакин! Ну-ка, тихо! Работаем! Продолжаем работу! Всё, я сказала. Здравствуйте, тетя Поля. Эх, лопатухина, лопатухина. Здравствуйте, Алла Константиновна. Можно войти? А, лопатухин, опять? Ты что, не знал, что сегодня контрольная? Знал, Алла Константиновна. И поэтому решил опоздать, да? Я не нарочно, Алла Константиновна. У меня уважительная причина. Какая на этот раз, позволю знать? Будильник сломался? Или трамвай сошёл с рельс? В доме был пожар? Или на улице наводнение? Нет, Алла Константиновна. Нет? Ну, тогда я не знаю, что. Ну, что ты молчишь? Что ты молчишь? Отвечай. Я... Я, Алла Константиновна, летающую тарелку видел. Что? Какую тарелку? Летающую, Алла Константиновна. Я в школу иду, а тут она летит. Потом кряк, сел и шипит. Ахахаха! Ардова! Ты что, лопатухин? Ты смеёшься надо мной, да? Ты надо мной смеёшься? Это чёрт знает, что такое! Ну, всё! За директора побежала. Что сейчас будет? Да, папа! Теперь держись! А чё плаваться? При чём тут плаваться сразу, а? При чём, не волнуйтесь! Я пошутил! Ну, лопатуха! Выдал ты на этот раз! Здорово! Ну, зверь! Отколол, лопат! Молодец, лопатухин! Молодец, лопатухин! Зачем ты так, лопатухин? Ну, что тело Константиновна плохого сделано? Вы отстань, Малахова! Не выступай! Ахахаха! Сейчас разберёмся! Ахахаха! Ахахаха! Нет, Юрий Леонидович! Я больше не могу! Здравствуйте, Кирилл! Здравствуйте! Этот лопатухин, он явно что-то узнал! Да нет, Аллопин, миленькая! Как он мог узнать? Откуда он мог узнать? Он ничего не знает! Узнала! Им это был эту дурацкую историю! Специально, чтобы поиздеваться надо мной! Я не первый год в школе, Юрий Леонидович! Каждый раз вы себя так травмируете, я прошу! Ну, Аллопин, ну это же просто не... Так же можно вести себя Бог знает до какого состояния! Ну, я из рост невыносим! Аллопин, возьмите себя в руки сейчас! Идёмте за мной! Ребята! Ребята, директор! Идут! Здравствуйте, дети! Здрасте! Садитесь! Лопатухин! Да! Ну, рассказывай! Ну, а чего рассказывать-то? Как чего рассказывать? А может, Олег Константинович рассказал? То и мне расскажи! А я посижу, послушаю, и товарищи твои послушаю! Им ведь тоже интересно, правда, ребят? Юрий Леонидович, у нас контрольная! Какая контрольная, Малахова? О чём ты говоришь? Человек, можно сказать, с неопознанным летающим объектом встретился, а ты про какую-то контрольную! Ну, давай, Вася, давай, иди сюда! Иди сюда! Становись! Рассказывай! У меня тоже, между прочим, урок! Рассказывай! А чего рассказывать? Да всё рассказывай, не стесняйся! Ну, иду я! В школу! В школу? Очень торопишься, боишься на контрольную опоздать! Да! Да! И вдруг! Ну! И вдруг! Ну! Слушай, Лопатухин, что я себе, каждое слово клещами, что ли, надо вытягивать? И вдруг! И вдруг! И вдруг слышу! Свистит! Свистит! Свистит, значит, свистит! И как свистит? Ну, как свистит? Так! Лопатухин! Ты где-то находишься, Лопатухин? Ничего, ничего, Лопатухин! Пускай посвистит! Значит, свистит! А потом? А потом, Юрий Леонидович, кряк и села! Петров! Сделай одолжение, не перебивай рассказчика! Продолжай, пожалуйста, Лопатухин! Кряк села и шипит! Так! Ну, ты, конечно, испугался! А чего пугаться-то? Ну, как? Все-таки такая громадина! И вдруг кряк села и шипит! Никакая она не громадина! Она вроде старого Запорожца! Только верх прозрачный! Из стекла или, может, из пластика, я не знаю! Так, может, это старый Запорожец и был? Нет! У Запорожца колеса! Ну? А у этого нет! А что же у него вместо колес? Крылья, что ли? Нет! Крылья тоже нет! Ничего нет! Гладкое место! Да что ты говоришь? Как интересно! Гладкое место, а верх, значит, прозрачный! Прозрачный! И все, что внутри, видно! Ну, и что ж ты там увидел внутри? Сидели какие-то двое! Марсиане! Ну, почему марсиане? На Марсе жизни нет! Это доказано! Ха-ха-ха! Да-да, конечно! Не марсиане, извини! Но тогда кто? Откуда? Не знаю, кто! Не знаю, откуда! Гуманоиды какие-то! Вы слышите? Юрий Леонидович, вы слышите? И с такими я обязана работать! Успокойтесь, Алла Константиновна! Успокойтесь! Прошу вас! Возьмите себя в руки! Гуманоиды, значит? Они! Ну, и как же они выглядели, эти твои гуманоиды? Гиганты или, напротив, карлики? Никакие они не гиганты и не карлики! Нормальные гуманоиды! Один на вас похож! Ха-ха-ха! Ну, Лопатухин! Прекратите это безобразие! Немедленно! Ну, а я виноват, что ли? Да нет, Лопатухин! Ты, разумеется, не виноват! На меня, стало быть, похож! На вас! Только у него на голове шлем, вроде мотоциклетного! Ну, а из него антрены торчат! Две штуки! Так! Прекрасно, прекрасно! Ну, а пообщаться тебе с ними не удалось? Поговорили немного! О чем, если не секрет? Они спросили, как в Ашхабад пролететь! Ну, я и объяснил! В... Вашхабад? Вашхабад! Зачем же это имя Шхабад-то понадобилось, Лопатухин? Там в четверть землетрясение будет! Хотят посмотреть! И что, очень сильные землетрясения ожидается? Не очень! 4-5 баллов по шкале Рихтера! Рихтера? Ну да, а что? Да нет, ничего! А что же ты, Лопатухин, с ними не улетел, а? Куда? Да, Вашхабад этот самый! Улетел бы ты в Ашхабад! Не мог бы вообще в школу не являться! На контрольную по случаю землетрясения! Я бы слетал! Да он, говорит, нельзя, Вася! Как? Кто, говорит, Вася? Гум... Гуманоид, говорит, Вася? Ну да! Нельзя, говорит, Вася! У тебя сегодня очень ответственная и контрольная по математике! Давай, говорит, лучше мы тебя с собой на обратном пути заберем! Ну, молоток! Ой! Ну, зверь! Ну, знаешь, Лопатухин, это уже за гранью! Да что вы его слушаете, Юрий Леонидович? Что вы его слушаете? Это же Лопатухин! Вы что, Лопатухина не знаете? К сожалению, знаю, Малахова! Слушай, Лопатухин, ты что, всех нас за идиотов считаешь? Что ты плетешь? Ничего я не плету! Вы же сами просили рассказать подробно! Вот я и рассказал! Ну, спасибо тебе! Спасибо тебе! За умную и содержательную беседу! Я, откровенно говоря, даже и не подозревал, что ты у нас такой прямо жюльер! Брат Стругацкий! Спасибо! И вам, Юрий Леонидович! Что мне? Спасибо! За что? За внимание! Все шутишь? Весело ему! Так... Ну, повеселились! Малахова! Да, Юрий Леонидович? Вызовите-ка этого весельчака, этого научного фантаста на совет и выдайте ему там как следует! Хорошо, Юрий Леонидович! За что на совет-то? А ты не понимаешь? Не понимаю! Вот тебе твои товарищи и объяснят! А вы, Алла Константиновна, поставьте-ка ему двойку в четверти по математике! С наслаждением! За что двойку-то? За контрольную работу, которую ты сорвал! Еще вопросы есть? Вопросов нет! Тогда всего хорошего! Вот так, Лопатухин! Все! Докрякался, Лопатуха! Хорошо! Молодец! Выбрасывай меня разум! Ну, значит так, подержи пока! Угу! Я сейчас! Давай-давай! Угу! Угу! Понятно! Привет, Малахова! Привет! Как жизнь? Нормально! Ну, ты как? Дежурство в дискотеке наладила? Наладила! А график составила? Составила! Надо бы сходить! Проверить! Хм! Схожу! Малахова! Ну, чего тебе? Послушай, может вечером вместе сходим? Куда? В дискотеку! Зачем? Ну, дежурных проверим! Так, так! Молодец! Так! Ну что, квор уже есть! Начнем, пожалуй, на Малахова! Сегодня у нас один, но очень важный вопрос! Очень важный, ребята! Дело Лопатухина! Кто доложит? Ну, вы что, ребята? Да! Вы что замолчали? Ну, давайте, давайте! Высказывайтесь поактивнее! Ну! Ну, кто первый? А? Могу я! Ты, Малахова? Интересно! Ну, давай, докладывай! Мы уже давно хотели обсудить поведение Лопатухина! Но все время откладывали! Так, а почему? Думали, он возьмется за ум, изменит свое поведение! Но сегодняшний случай, так сказать, переполнил чашу нашего терпения! Так, а что же произошло? У нас сегодня была очень важная контрольная по математике, а Лопатухин явился чуть ли не к середине урока! Будильник у него сломался! Да что ты! Будильник для Лопатухина это слишком примитивно! Тогда что же? Ну, у него всегда уважительная причина! Правда, Лопатухин? Один раз все ушли на работу, его заперли в пустой квартире, и несчастному Лопатухину пришлось спускаться по водосточной трубе, рисковать своей драгоценной жизнью, чтобы попасть в школу! Интересная придумка! В другой раз и стояк лопнул! Какой стояк? Труба с горячей водой! Залила весь подъезд, ошпарила трех старушек, Лопатухину пришлось оказывать им медицинскую помощь! Тоже хорошо! Масштабно! Но все это жалкий лепет по сравнению с его сегодняшним выступлением! Мало того, что опоздал на контрольную, так еще на полном серьезе стал уверять, что видел летающую тарелку! Что? Да-да, Шапиров, да, летающую тарелку! Вот зверь! Вот Павлову до этого жизни бы не додумывался! А при чем? Ребята-ребята, мельче эмоций, мельче эмоций! Так, значит, тарелку говоришь! Так, продолжай, Малахова! В принципе, все понятно! Опоздал на контрольную, надо как-то отбояриться! Ну, зачем такие глупостей сочинять? Зачем Аллу Константиновну до истерики доводить? А я виноват, что она нервная! А ты, Лопатухин, помолчи, я тебе слова не давал! Так! Ну, пришел Юрий Леонидович, так он и его оскорбил! Директора! Да не оскорблял я никого! Да не выкручивайся, Лопатухин, целый клад свидетелей! Нет, ну, представляешь, Полуэктов, он Юрий Леонидович гуманоидом обозвал! Кем-кем? Гуманоидом! Да не обзывал он его! Он только хотел сказать, что Юрий Леонидович... Не возникает, Павлов! Мы тебя выслушаем в свое время! Да нет, ну как! Я только уточнить хотел! Уточнишь, когда получишь слово! Да уточнишь ты потом! И ты тоже с ним! А что я-то? Давай, давай, все! У тебя все, Малахова! Все! Ну, в общем, очень важная контрольная сорванная! У Аллы Константиновны припадок! Юрий Леонидович вне себя! А Лопатухин! Ай! Хм! Так, Лопатухин! Значит, Алла Константиновна нервная! Юрий Леонидович гуманоид! Так? Ну, что молчишь-то? Ну, а чего говорить-то? А ты встань, встань! Ты расскажи совету, как ты умудрился перед целым классом оскорбить директора школы! Да не оскорблял я его! Наоборот! Что наоборот? Ты что, ему удовольствие доставил, когда я ему в глаза сказал, что он гуманоид? Да не говорил я ему, что он гуманоид! Наоборот, я сказал, что гуманоид похож на Юрия Леонидовича! Только у него на голове горшок вот такой вот, с антеннами! Лопатухин, ты думаешь, что лепишь? Соображай, что говоришь! Это у кого горшок? Это у Юрия Леонидовича горшок? Ха-ха! Я еще поражаюсь, как его из школы не выгнали! Подожди-ка, Полуэктов! Тебе это что, сиди, верти свой дурацкий кубик! Подожди-подожди, я что-то ничего не понимаю! Какой гуманоид? Откуда он вообще взялся, этот гуманоид? Ты можешь все долгом объяснить, Лопатухин? Да я объясняю! Так ведь он же слушать не хочет! Что ты объясняешь? Не горячись, Полуэктов! Давай, Лопатухин, все по порядку и не волнуйся! А я и не волнуюсь! Ну вот и отлично! Чего мне волноваться? Правда, Малахова? Да, Лопатухин, давай мне рассказывай! Мне! И не волнуйся! Ну давай! Ну иду я! Куда? В школу! Так! Вдруг слышу, свистит! Потом кряк и села! Кто села? Тарелка! Какая? Летающая! Ты что, чайник что ли? Ха-ха-ха! Ребята, ну тихо вы! Ну помолчите немного! Ну давай дальше, Лопатухин! Ну села! Я подхожу, смотрю, против старого запорожца! Только верх прозрачный! А внутри два гуманоида! Один просто вылитый, Юрий Леонидович! Ой, Патухин, прекрати! Да подожди ты ей Богу! Вылитый, Юрий Леонидович! А на голове горшок с антеннами! Эй! Полный балдёж! Откнись, Петров! Я говорю, я говорю, здравствуйте! Вы к кому? Они! А этот, который Юрий Леонидович говорит, это какой город? А ты? Ну я и сказал! Ну а он? А он говорит, а где Ашхабад? Я говорю, это совсем в другую сторону! Тогда тот второй говорит этому, я ж тебе советовал южнее брать! А Юрий Леонидович? А Юрий Леонидович говорит, зря я тебя не послушался, здорово мы с тобой накололись! Да вы что? Озверели оба! Ну какой Юрий Леонидович? Ну не Юрий Леонидович, а гуманоид говорит, зря я тебя не послушался, здорово мы с тобой накололись! Тогда я спрашиваю, а зачем вам Ашхабад-то понадобился? Там сейчас жарище! А он? А он и говорит, знаю! Только что поделаешь! Работа! В Ашхабаде в четверть землетрясения будет! Балов этак на пять по шкале Рихтера! Ты пиши, пиши! Надо поглядеть! Понятно, Малахова? Слушай, Лопатухин, ты вриври! Да не завирайся! На каком это языке ты с ними разговаривал, а? English? French? Да! Да какой там у него сроду больше тройки по-английскому не было! Ну так на каком? Да! Не знаю! Только я все понимал! И они все понимали! Ну да! Ты у нас этот! Телепат! Экстрасенс! Ну а потом? Потом что было? А ничего! Они в Ашхабад полетели! А я в школу пошел! А в школе Аллу Константину до инфаркта довел! Юрия Ледовича обозвал! Все! Хватит! Не надеюсь, что тебе всех нас удастся до истерики довести! У нас нервы покрепче, чем Аллы Константиновны! По-моему, обсуждать тут больше нечего! Предлагаю! Ну что ты голосуешь? Я еще ничего не сказал! Предлагаю! За систематическое опоздание на уроки, срыв контроля по математике, оскорбление директора школы, издевать с Аллы Константиной, а главное, за беззастенчивое вранье! А если он не врет? Что? Вот ты, Полуэктов, говоришь, беззастенчивое вранье! А если он не врет? Если он на самом деле видел так называемую летающую тарелку! Ты что, так шутишь, да? Ну, по-моему, сейчас не до шуток! Ты знаешь, Шафиров, по-моему, в этом вашем астрономическом в конец дозрели! Ты что, действительно считаешь, что какой-то Лататухин ни с того ни с сего, средь белой дня, на собственном дворе, мог видеть черт знает что? Да почему это я ничего такого никогда в жизни не видел? Я хочу сказать, что мы у себя в астрономическом, пардон, привыкли не отмахиваться от фактов. Мы считаем, что любое сообщение, даже самое невероятное, должно быть проверено, изучено и проанализировано. История науки, между прочим, знает немало примеров, когда незначительный, казалось бы, случай приводил впоследствии к великим открытиям. И если один человек никогда не видел ничего такого, то это вовсе не означает, что другой человек... Точно! Вот помнишь, Ньютона шарахнула по кумполу, он думал, яблоко оказалось в закон всеверного тяготения. А вот если бы Павлов шарахнул, никакого бы закона не было! Ну да! Павлов, по-твоему, дуб, да? Дурачок, да? Его по кумполу, а он не сообразит. Ещё как сообразит! Ребята, ну кончайте вы, что вы прямо! Ты что, действительно считаешь, что Лопатухинский бред? Это может иметь какое-то научное значение? Я ничего не считаю. Я только говорю, что прежде, чем делать какие-нибудь выводы, сообщение Лопатухина надо проверить. Ну что тут проверять, что тут проверять? Ежу понятно, что это липа, настоящая липа. Ежу всегда всё понятно, поэтому у него вместо мозгов иголки. Ну ладно, могу я тебя на пару слов конфиденциально? Перерыв две минуты. Никто не расходится! Иди сюда, иди сюда! Ну что тебе? Ты что, не понимаешь, что происходит? А что, собственно говоря, происходит? Ну ты что, не понимаешь, какая складывается ситуация, да? Ну тогда ты полный валенок. Ты представь, что в байках этого типа есть хотя бы доля, правда? Ну хотя бы один процент. Ну откуда взять с этого процента? Ну конечно, насчёт разговоров с гуманоидами это всё чепуха, липа. Но если Лопатухину действительно удалось наблюдать какое-то необычное явление, что тогда? Что тогда? Тогда это сенсация! И если мы сможем её подтвердить, завтра же здесь будет радио, телевидение, газеты, кино. А кто будет давать интервью, отвечать на вопросы корреспондентов? Лопатухин, что ли? Да что сможет рассказать Лопатухин? Он же уже всё рассказал. Ты? Ну ты же знаешь, меня слава не интересует. Я вообще не люблю быть на виду. Для меня главное установить истину. Тогда кто же? Кто у нас председатель? Ну я. Ну кому уж как не председателю встречаться с прессой, использовать средства массовой информации, отвечать на вопросы корреспондентов наконец, а? Ты что предлагаешь? Это не я, это ты предлагаешь создать специальную комиссию по проверке сообщений Лопатухина. Усёк? Ну ты даёшь, а? Ну а ты как думаешь? Ну ты голова! Что ты хочешь вообще? Я просто от тебя не ожидал. Ура! Молодец! Вы выиграли. Так, товарищи, продолжаем нашу работу. Предлагаю создать специальную комиссию по проверке сведений Лопатухина. Вот так, товарищи. Вот так. Но учти, Лопатухин, на Малахову. Если твои сведения не подтвердятся, мы тебя так впадим, что потом до пенсии будешь помнить, понятно? Понятно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...